Между тем в Чебоксарах завершился очередной турнир на призы регионального управления Федеральной службы России по контролю за оборотом наркотиков. В этот раз соревнования под девизом «Дети за здоровый образ жизни» прошли среди дзюдоистов 12 и 14 лет. Как встретили представители закона юных спортсменов в нашем следующем сюжете. Турнир под дзюдо на призы регионального управления проходит четвертый год, с каждым разом расширяя свои географические рамки. Помимо спортсменов Чувашии, в этом году в соревнованиях приняли участие представители 12 иногородних команд. Прежде всего мероприятие призвано пропагандировать здоровый образ жизни. Это самое главное. То, что ребята и девчата приезжают, причем издалека приезжают, и в дни школьных каникул, это тоже говорит о многом. О том, что они хотят быть здоровыми, хотят проявить себя, хотят побеждать. Стремление побеждать – это не самое плохое качество в жизни. Но перед тем, как выявить лучших, юных участников ожидало показательное выступление бойцов подразделения спецназначения «Гром» управления федеральной службы, которое заставило затаить дыхание всех присутствующих. На турнир приехали побеждать около 200 дзюдоистов. Им предстояло разыграть 13 комплектов наград. Каждый выход на татаме требовал от спортсменов огромных усилий. Медали достаются нелегко. В том году я занял тут третье место. Тогда было не так тяжело, потому что народу было поменьше. Сами такие соперники были не очень сильные. А сейчас они как бы поопытнее, народу побольше. Ну, конечно, я пришел победить, но проигрывать я просто так не буду. Главное для меня сейчас занять первое место. Я на этих соревнованиях первый раз. Я много участвую в таких кубковых соревнованиях. И люблю дзюдо. Надо выиграть и стараться уважать себя. Главный трофей достался лидерам общекомандного зачета. И тут первыми оказались хозяева соревнований – представители города Чебоксары. А значит, Кубок регионального управления Федеральной службы России по контролю за оборотом наркотиков остался в Чувашии. Екатерина Абрамова, Игорь Зверев, Республика.